Всем привет, с вами Дэн, и сегодня G-Shock'и, и это новинка конца 2021 года, причем в линейке, в которой уже достаточно давно не обновлялась флагманская модель. Это Madmaster GWG-2000, и вы помните, что где-то 5 лет назад вышла тысячная модель, и был у меня на нее обзор, это реально крутые такие мощнейшие танки практически, да, и с тех пор Casio что-то не обновлял эту линейку, и вот сегодня сразу три версии, три модели, три новинки с тремя разными референсами, ну и давайте открывать. Причем одна из этих моделей, это, кроме того, лимитка. Ну вот, сразу, сразу у нас здесь еще есть такая подставочка интересная, Madmaster GWG-2000, Madmaster, одна из самых, наверное, неубиваемых моделей у G-Shock'а, хотя, в принципе, все G-Shock'и неубиваемые, но среди самых неубиваемых есть еще более неубиваемые. Давайте смотреть. Так, первая баночка, и первый вариант. Слушайте, вот первое впечатление, да, я их видел до этого только на картинках. Неубиваемые часы, Madmaster, это вообще, в принципе, да, такая версия, прям на убой, что называется, в грязь, в песок, там, в снег. Ну, блин, они выглядят, как дорогие часы. Офигенно, просто офигенно. Так, давайте. Давайте дальше открывать, что у нас там еще интересное есть. Какие еще варианты и цвета. Мне самому интересно посмотреть, что G-Shock предлагает по расцветкам, потому что сейчас, когда потребитель уже привык к тому, что можно выбирать из разных моделей, производитель стремится ему предоставить как можно больше всего такого разного. Слушайте, и здесь еще один интересный вариант с зеленым ремешком уже, с такими красными акцентами. Так, а здесь я подозреваю, что у нас лимиточка, потому что три версии этой модели вышли, по крайней мере, на момент обзора. Да, да, вот она, песочный цвет, и здесь у нас лимиточка. Все лишнее убираю. Слушайте, на картинках по-другому выглядел вот этот такой, он больше в желтый был, а здесь прям реально классный цвет, классный оттенок, такой матовый, строгий и максимально брутальный. Да, здесь уже в желтый, но я бы даже его назвал, может быть, немножко в песочный. Ну, как кому угодно. Короче, три горячие новинки GWG 2000. И давайте сразу расскажу, что здесь, собственно, изменилось, что здесь нового, что здесь крутого. Ну, как я уже говорил, это наследник такой, да, флагманской модели GWG 1000. Теперь здесь они заменили, я имею в виду, G-Shock заменил полиуретановый корпус на так называемый кованый карбон. Это то есть, который вообще просто неубиваемый. Когда много слоев углеродного волокна спрессовывают в единый такой слиток монолит карбона. В результате у каждых часов получается уникальная своя собственная текстура. Ну, давайте, кстати говоря, вот посмотрим на эту текстурку. Да, действительно. Действительно, у них у всех вот этот вот рисунок по корпусу выглядит абсолютно разным. Не то, чтобы это прям так сильно бросается в глаза, естественно. И, может быть, на видео это не так хорошо передается. Но в реальности действительно здесь везде все по-разному. Да, вот здесь, кстати, на боковой поверхности это прям видно. Это интересно. Знаете, почему я уделяю этому особое внимание? Потому что сейчас, в моем понимании, покупатель хочет всегда иметь что-то разное. Иметь возможность выбора, иметь уникальность. Это действительно интересно. Сейчас именно вот в часовом таком нашем сегменте. Так вот, помимо того, что здесь текстурки везде разные по корпусу, самое главное, это, собственно, что этот материал разрушить невероятно сложно. И также на 2 мм относительно тысячной модели эта модель стала поуже. Ну, не то, чтобы это прям стали уже такие стройняшки, потому что, как видите, здесь все равно максимальная брутальность и размеры очень даже приличные. И раз уж я заговорил про размеры, давайте как раз это дело и посмотрим. Если мы возьмем по самой-самой широкой части, где у нас здесь датчики находятся, то здесь 54,3. По диаметру, ну, вот тут, конечно, это невероятно сложно измерить, но вот 52 практически, да. По высоте, если мы возьмем без вот этих вот таких обхватов, 15 получается, но, по сути дела, здесь еще вот с этими такими обхватами из полиуретана, с карбона до кого-то, на 14,5. Короче, высота больше 15 мм в любом случае. В широкой части ремешка 25, в узкой части 20, сколько здесь получается, 1,5. И, наверное, самый главный показатель – это от ушка до ушка 61. Ну, собственно, часы на убой, поэтому у часов на убой что должно быть? У них, естественно, размер – это не самое главное. На моем запястье 18,5 крупные часы, огромные, я бы сказал, часы, но смотрите, как вот классно инженеры из Casio сделали эту модель. То есть, несмотря на то, что у меня достаточно среднее запястье, но модель сидит. Модель сидит. Почему? Потому что здесь очень удобны вот эти вот такие накладки между ремешком и корпусом, и, собственно, это как раз для того, чтобы на любое практически запястье эта модель села. И это здорово. Посмотрите, да? Боковая часть. Все прекрасно. Как влитые. Понятно, что эти часы для серьезных таких экстремальных моментов, путешествий, там, работы и так далее. И здесь вопрос не в размерах. Естественно, здесь вопрос в том, какой у них функционал, насколько они неубиваемые, надежные. Это вот… И все об этом. Слушайте, а мне нравится вот этот ремешок. Очень классно. Так, значит, здесь у нас внутри, как всегда, под вот этим вот неубиваемым кованым карбоном есть еще что? Carbon Core Guard, как его называет G-Shock. Это специальная такая оболочка, в которой уже внутри находится электронный модуль часов. Здесь есть стальной безель. Вот у нас немножечко он прикрыт кованым карбоном. Стальной безель с сатинированием. И внутренняя его часть такая с зеркальной полировкой. Она черная, то есть здесь PVD-покрытие. Слушайте, выглядит прям очень круто. Выглядит дорого. Переливается красиво. Мне очень нравится. Циферблат просто бомба. То есть он такой многоуровневый. Во-первых, у нас идет, да, вот эта верхняя часть, такие обхваты, как бы, да. Потом идет безель, потом идет шкала, где название городов, для того, чтобы посмотреть время в разных часовых поясах. Дальше идет минутная разметка. Это все разные уровни. Потом идет часовая разметка. Это еще один уровень. Потом идут цифры накладные. И потом идет сам вот циферблат. Причем есть еще с левой стороны в отметке 9 часов вот эти вот управления. Идет температурой, там, временем круга и так далее. Другие вот эти вот вещи, которые можно замерять на этих часах. И все это разноуровнево. Поэтому такой получается циферблат очень насыщенный. И он не вот плоский, как это часто бывает, а именно такой вот объемный. Рельефный. Это очень красиво. Так вот, что здесь? То есть, в принципе, начинка относительно предыдущей модели не сильно изменилась. То есть, здесь что у нас по функционалу? Кстати говоря, да, я сказал вот по поводу безеля. Здесь появился стальной безель. И кнопки, они стали чуть более утопленные. Они меньше, наверное, мешаются. И, опять же, меньше подвержены, ну, каким-то там возможностям удара. Если вдруг будут вот эти вот неубиваемые часы. Значит, а по функционалу здесь, опять же, наш такой характерный для Мадмастера тройной датчик. Это барометр, он же высотомер, термометр, компас. Естественно, здесь солнечная подзарядка от любого источника света и от солнца. Радиосинхронизация, сапфировое стекло. Это хорошо. Устойчивые эти часы и модули их к низким температурам. Плюс характерные, стандартные, наверное, для большинства G-Shock'ов функции такие, как мировое время, таймер, секундомер, будильник, календарь. Ну, и, естественно, водозащита в 200 метров, как и у всех G-Shock'ов. То есть, все основное, все главное здесь имеется. Единственное, что, наверное, было бы прикольно получить, это Bluetooth. Но, с другой стороны, с учетом того, что это флагманская модель, супернеубиваемая, у них достаточно адекватная цена для вот этого уровня G-Shock'ов. Примерно в российском ритейле 75 тысяч рублей, ну или примерно 1000 долларов. Купить можно в официальном магазине G-Store Russia в Москве и по всей России. Ссылку оставлю в описании к ролику. Причем, что интересно, лимитка, в общем-то, тоже по такой же цене идет. И тем она и интереснее. Так, ну и, как обычно, здесь, конечно же, есть подсветочка. Это я потом покажу отдельно. А все остальные функции, это у нас традиционные 4 кнопки для G-Shock. И, соответственно, компасом, альтиметром у нас специальная коронка здесь управляет. А с учетом того, что блютуса нет, соответственно, нужно научиться пользоваться часами. И тогда они по максимуму уже выдадут все свои возможности. С точки зрения читаемости, белые стрелки здесь чуть-чуть с желтым оттенком. Да, причем, вы видите, соблюдают они вот это вот пересечение между цветом ремешка и циферблатом. Это хорошо вот в желтой модели. В этой модели, в принципе, ну, наверное, было бы интересно получить какие-нибудь зелененькие нотки на циферблате. Их здесь, к сожалению, нет. И тут вместо них красные. Ну, как бы ладно. И вот эта модель, здесь она серо-черная. У нее с читаемостью, может быть, чуть-чуть похуже, чем вот здесь. Потому что более контрастный белый цвет. Здесь он чуть-чуть больше в серый. Но в целом, в принципе, в читаемости здесь проблем никаких нет. Если спросите, что мне больше всего нравится из этих моделей, конечно же, я выберу вот эту вот желтую, да, или песочную. Можно по-разному называть. Здесь суперчитаемость. Здесь классно подобраны цвета. И, ну, в принципе, почему бы и нет. К тому же, это лимиточка. Что, я думаю, нам с вами сейчас надо посмотреть. Это еще раз смотреть, что у нас здесь по индикациям есть на циферблате. Здесь, конечно же, есть аналоговый и цифровой, как сейчас любит Casio. Может быть, просто потому, что все больше любят аналоговый, когда есть стрелки на часах. Но, наверное, с точки зрения пользования было бы удобнее, если бы здесь все было цифровое. Но, тем не менее, здесь у нас есть субциферблат, где вторичные показатели, так называемые, можно вывести. Плюс здесь у нас будет данные по тройному вот этому датчику, барометр, да, там измерение высоты. Можно будет посмотреть термометр и компас. Это все выводится на маленький циферблат. И здесь же так, дата, ну и там все основные настройки, мировое время и так далее. Вот. Управляется это все вот этой у нас стрелочкой, которая между 9 и 10 часов. Ну и в центре, естественно, мы видим время. Что самое главное, часы, минуты и секунды. Плюс эти же стрелки нам покажут разные временные часовые пояса. Так, ну что, давайте, наверное, глянем макро-видео, а потом подведем итоги. Давайте посмотрим как раз версию лимитку с желтыми акцентами. И вот, как я вам говорил, очень глубокий циферблат. Разноуровневый. Стальной безель. Слушайте, ну качество здесь шикарное. И вообще в целом качество G-Shock'ов в последние годы повысилось. Я имею в виду именно в плане отделки. Вот она текстура на кованом карбоне. Ну и давайте посмотрим заднюю крышку. Здесь все, в принципе, достаточно стандартно. Что хочу сказать по итогам. Ну, безусловно, я не думаю, что это часы, знаете, вот такие массовые. Потому что, во-первых, они не самые доступные по цене. Они, может быть, слишком круто защищены в плане различных технологий, неубиваемости и так далее. Они достаточно крупные. Но, если вы знаете, для чего конкретно вам эта модель нужна. Если вам нравится их такая брутальность. Именно в стиле, знаете, старых G-Shock'ов. Когда они были большие, крупные, мощные, угловатые, резкие, такие, максимально брутальные. То это как раз ваша модель. По качеству отделки здесь вопросов нет. По характеристикам здесь все на высоте. Здесь есть, в общем-то, все, что нужно. Как раз модели, которые идут просто на убой. Поэтому весьма и весьма интересная модель, на мой взгляд. И отличное обновление этой линейки. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.